Если хочешь ты продать свое авто, подпишись скорее на папу моего. Если хочешь ты купить себе авто, подпишись скорее на папу моего. Если хочешь ты узнать всю правду про авто, подпишись скорее на мужа моего. Ну что, вот наступил долгожданный момент, когда мы все-таки можем уже выставить автомобиль на продажу. Правда, здесь есть один момент, который не знаю, заметили вы или нет. но в конце видео я о нем расскажу чего-то здесь на автомобиле еще не хватает еще не хватает вы пока в комментариях напишите чего тут не хватает вот но перед тем как выставить автомобиль на продажу собственно здравствуйте да меня володенька зовут вы на канале жизнь перекупа видео у нас какой 3 или 4 по этой тяне это заключительное видео будет я думаю сейчас мы еще раз твоим мойку все помоем я вам расскажу покажу и буду фото покажу фотки описания и собственно говоря выставлять на продажу вот но перед тем как выставить автомобиль на продажу я естественно должен подготовиться к тому ну не просто подготовиться сейчас же знаете какое время наступило когда люди покупают не только техническое состояние машин да но еще и юридическое то есть они проверяют машину там через различные базы и так далее и тому подобное вот я сегодня это сделал перед продажей почему еще раз объясню потому что во первых я когда покупал эту машину на ней были ограничения на регистрацию хозяин должен был все это оплатить точнее не должен был а он это оплатил и он это сделал вот сейчас я вам познакомлю с одним сервисом очень хорошим называется автокод профит через него вы можете проверить всю как говорится подноготную любого автомобиля левый руль правый руль вин номер номер кузова без разницы вам нужен просто гос номер автомобиля и в этом приложении вы можете очень многое увидеть увидите была ли машина в такси то есть лицензия выдавалась нет очень актуально для солярисов киа рио и прокладки там как называются потом можете посмотреть ограничения старые объявления дтп и так далее и тому подобное сервис будет актуален как профессиональным автолюбителям так и просто людям которые хотят себе купить автомобиль сейчас немного вам покажу как выглядит вот эта тяна в данном отчете или нет а давайте-ка я лучше покажу вот этого вица хотите мой вид что же он будет показывать в базе ГИБДД сейчас ждите все покажу ну как я и говорил нам достаточно будет только гос номера вот видите можете гос номер забить можете вин можете номер кузова для японских автомобилей toyota витс как раз является японским автомобилем нажимаем здесь получить отчет все и он начинает формировать сейчас он формирует и я вам все покажу ну вот уже предварительная информация поступила здесь можем наблюдать что ограничений нет залога нет такси нет пробег 150 но это мы могли просто сами накосячить когда оформляли страховку нажимаем на отчет и вот он его открывает отчет формируется недолго буквально там не знаю все зависит от интернета и вот здесь есть зелененькие штучки что очень полезно вот ведь 8 владельцев 14 лет общий срок эксплуатации последнего там и вот один год ездим 8 месяцев у меня же жена ездит даже показывается где машина эксплуатировалась рыночную стоимость показывает номера возможные показывает вот 93 регион скорее всего краснодар был вот пробег это мы ну здесь можете сейчас пониже он посмотрит покажет неоплаченный штраф один есть дубликат птс у нас точно все не ограничение ничего нет дубликат птс выдавался да у нас он кстати здесь даже есть номер кузова то есть можете проверить и номер двигателя все данные на машину и это показывает он периоды владения что очень актуально для права руля что многие даже не знают где посмотреть периоды владения на правую руль вот пожалуйста вам автокод профит помощник даже написано данные моей супруги вот анна рыжбековна точно она есть фсс п чисто география событий чисто принципе данные пробеги но это мы сами накосячили когда оформляли техосмотр здесь а нет это вот можно увидеть двенадцатом году ошибка была может быть скручены может быть просто перепутали как говорится ничего страшного все остальное чисто но вот как то так друзья поэтому в наше время люди я еще раз повторюсь покупают отчет понимаете вот юридическую составляющую бит не бит крашен не крашен конечно по базе сложно там все отследить потому что еще ко всему прочему глаза нужны но я вам рекомендую если вы решили проверить тачку обратитесь в автокод профи если вы профессионально занимаетесь автокод профи хотите себе купить тачку автокод профи ссылка на данный сервис будет в описании к данному ролику все друзья обязательно воспользуйтесь не пожалеете ну а мы погнали на мойку мыть тяну а вы пока посмотрите как я делал фары на этой тяне что я еще успел сделать я пока пока помоюсь и собственно говоря вам расскажу покажу откладываемся и поставим на продажу а что здесь происходит а происходит здесь следующая кто смотрел предыдущую серию у меня не горела фара вот это не горела не горел поворотник и соответственно не горел габарит только дальний горел вот стала сейчас и это ярче загорелась осталось вот а туманка мы сейчас тоже поэтому эту сторону разбираться оказывается когда они разбирали морду поснимали все штекера там один штекер идет на туманку ой на габарит на поворотник и на ксенон питание идет на лампу вот в принципе сейчас все работает все это назад заправлю вот такой вот движ не как бы разбираемся вот полевых условиях в принципе уже вообще видос у тачки другой это еще надо поддуть тоже и рамочки сюда не забудь не забыть на выключить а то ксаком он что-нибудь произойдет но так друзья мы занимаемся восстановлением точнее продолжением данного агрегата сейчас еще вот сюда залезу тоже думаю там что-то намутили они с ну короче со штекером хозяину позвонил он говорит все работало вообще привет тебе кстати макс тачка подуставшая но вторую жизнь мы дадим сто процентов потому что уже все сделали завтра поедем с вами купим брызговик поставим и рамки будет вообще просто огонь кстати молдинг я уже приклеил на мойке ли но молдинг все опять заклеили надеюсь завтра все будет чики-пуки все как говорится наблюдаем задаем вопросики не скучаем звук конечно этого двигателя прям вообще обожаю вы слышите вообще просто бомба кстати вы знали что комплектация у нас идет камерой заднего вида нам надо маленько отъехать на другую парковочку перепарковаться начать и наехал интересно узнать мне вы слышали это вот на это был мяч нет мяча вот такое тоже бывает дети у меня доигрались и 0 мяч под колес получили уже мечей не знаю сколько они ушатали за за летний сезон чудо толпа вон то что ушли дети у меня чудо там первый-второй класс человек наверное не за 8 пошли вам куда-то резвиться вот а мы считаем поставим вот аккордик стоит тоже по нему сейчас занимаемся вот так как-то ладно пойдем туманку репетировать иным разобрал новый автомобиль вот этих моментов можно было избежать если бы кто-то когда собирает но был бы внимательен сейчас тут все горит туманка тоже горит часть не было объясню короче в косе вот коса идет сломался проводок вот он все ящик соединил все работу сейчас все это за изолирую правда мне за лента нету есть скотч и знаю скотчем можно нет но этому ничего не будет скотчем всю за изолирую соберу вот не кстати два блока розжига раз два все это соберу назад и будет папа все наблюдаем процесс восстановления тяны точнее доработки секундочку идут полным ходом это филдер уже знамый гараж такой меня вот в этом году сделал такого по длины вот матьяна моем подкапотку тут все сделали по кузову молдин приклеил сам резиночки все потер везде сейчас под капотом еще помою на мою вот здесь надо еще приклеить эти омыватели фар будут вид короче стал бомба просто вообще закачаешь дождь нас пошел как обычно вот меня чё парит здесь это вот этот момент бампер я с ним не знаю что делать вообще не знаю а так она короче вся просто вообще бомболет космически она сейчас помою все покажу вообще всю красоту вот и все сейчас будем фотаться сейчас вам вкратце накидают ну это для тех информации кто не смотрел все эти ролики по тяне по деньгам чего хочу сказать 493 тысячи она мне вышла вот в таком состоянии в принципе но по тачке вопросов вообще нет сделал вообще все что можно было брал ее мотора не было у нее мотор я поменял контрактный поставил по приезду новосибирск она мне обошлась 390 тысяч 360 я взял 33 отдал за автовоз 393 ну плюс мотор плюс короче по косметике взбодрил ее она еще перламутр цвет и собственно говоря вот поэтому она сейчас такой вид и имеет вид огонь принципе для тяны 8 года тоже состояние нормальное фонари стоят от рестайлинга уже так и было все вот фары тоже стоят от рестайлинга вот так все это выглядит подкрылки я поменял по ходовке много чего сделал в принципе сейчас в тачке вопросов вообще нет единственный момент который я спрашивал в начале ролика это вот здесь должны стоять заглушки на омывайке фар бампер китайский соответственно никаких там омывателей уже не было и в помине и не будет что мы сделаем это сюда мы наклеим эти заглушки то есть будет видимость того что там что-то есть вот просто маляр тормозит у меня три дня я уже задолбался ждать сейчас буду вот так выставлять его на продажу собственно говоря по комплектации комплектация это у нас идет максимальная для этого объема сборка япония что мы имеем камера заднего вида здесь вентиляция есть есть подогревы есть атаманка шторки сзади нет вот не знаю какой причине но ее нет все собственно говоря тачка так живая мы ее помыли всю натерли сейчас она как говорится блестит и пахнет будем фотаться и выставлять на продажу сейчас фотки сделаю вам покажу и описание которое я буду писать особо там расписывать ничего не буду просто вкратце мотор контрактные и в целом ну короче все увидите все погнали фото а ну все фоточки посмотрели такие фотографии будут на крыше пленка у нас там шпаклевки ничего нет вот насчет пробега кстати я проверил ее по автокоду в том числе профи и у нее пробег бьется что типа пробег смотанный будет но на самом деле смотки никакой нету потому что просто в старом объявлении указывался пробег 100 тысяч а перед этим объявление было там пробег был 180 вроде вот сейчас собственно говоря видно на пробег 191 тысячи поэтому никакой смотки здесь нету в принципе пробег реальный еще у нее было ограничение моего снято сейчас она снята с учетом на меня поэтому все вопросы никаких нету тачки сейчас будем выставлять на продажу покажу объявление 2 ночи добавить все нормально камера заднего вида мультируль вроде работать с проверим кстати все работает вообще шикарно ладно чего ставим на продажу как мы будем определять цену за которую мы будем ее продавать смотрим открываем дром вот у меня стоит плюс 200 километров новосибирску ставлю 8 9 года и погнали то есть все до 630 проданы 630 стоит вот черная тоже хорошая комплектация тоже японец вот остальное все продано вот еще за 630 это три с половинчатый 640 продано 150 но мы я думаю поставим рублей 600 30 640 потому что белого тоже цвета нету но так как у нас состояние по кузову не айс давайте 630 поставим что 35 а там уже будем посмотреть все размещаю объявления ну собственно говоря все фотографии которые я вам показал они вот здесь тоже есть обязательно салон кузов ну то есть вот на чтобы вы обратили внимание когда бы вы покупали выбирали себе автомобиль вот комплектация над заполнить час в принципе сборка япония важно важно потому что они все идут остальные сборка питер где смотреть кожа камера подогрева ну то есть все ништяки которые есть мотор контрактный документ нет все цену поставили 640 но я думаю можем поменять ну как говорится все ждем клиента друзья я не уверен конечно что она продастся за пять минут эти даты или за час в общем а видео мне надо выгружать поэтому скорее всего если она сегодня до вечера не продастся то вы уже увидите это видео без продажи ну а продажи я рассчитаюсь как всегда уже после ну вот такая история была с тианой в принципе она еще не закончилась но я думаю что скоро она уже закончится потому что низ рынка я еще раз говорю у нас на дроме 635 я думаю за 600 даже если я ее отдам то будет неплохо ну а как оно будет уже не знаю как все это закончится но хочу сейчас вам сказать если видео понравилось ставьте лайки не понравилось дизлайки обязательно обратите внимание на автокод профи друзья ну а вам хочу сказать до встречи и предлагайте тачки в проект от резины до машины друзья скоро будут новые серии все погнали